Когда в ее развязи принимали расшение, Литва была сиротой краины, которые занимались самой твердой позицией. Особные простойники бизнеса у Литвы, которые заработали на транзите Калию Проскраину, могли быть незадоволены. И факты такие были. Скандал со смаком белорусского Калию. Штуршком для высветления ситуации послужила книга «Докладчик и президент» Довида Сапантьараваса и Беруця Давиданицы. В книге авторы описывают конфликт помеж Гитаносом Науседом и экс-министром замежных справов Линасом Ленкявишесом, который возник небыто про знемогчимость узгоднить санкции с упрость белорусских компаний. Мауляус, пробуя включения предприемства ДСОВ, у санкционные списы блоковались на узровне кабинета президента. У этой комиссии не первая, не десятая в истории Литвы, коли начинается такое доследование того, что отбывалось и где институции, может, чего-то не заработали до конца. И коли стоит питание громадству, на них требует отказывать. И это один из инструментов, чтобы эти отказы отримать. Комиссию текавили не только офицейные особы, еще летость новинного агентства «Элта» поведомляла, что интерес выкликают бизнес-оуцы, которые сильно працевали с белорусскими компаниями. Например, Игорь Удавицкий. Больше за 10 лет его на и компания, что владая терминалом в Клайпецком порте, была монополистом у переваливания продукции «Беларусь калию». В 2021 году журналисты белорусских расследовательницкая центру при подтримании выдания «Сиена» выкрыли, что такое партнерство приносило Удавицкому миллионы евро. Головно акционер БКТ Игорь Удавицкий займел с этой грошей 46 миллионов евро у дивидендов. Безусловно, бизнесовцы Игорь Удавицкий и Витмантас Домбраускас, которые обслуговывали экспорт белорусского калия, практически весь экспорт белорусского калия, это из-за многих людей в Литве, а против этого они политично активные и связанные с партией, якая некоторый час была керовная, это партия, так званая, аграрно-зеленая объединение. Ну и, как показывая расследование парламентской комиссии, инсайды, которые доносятся к Туль, свечили про то, что небыто есть некие сябры на уседы, которые в контакте с Удавицким и Домбраускас. У 2021 году Беларусь калий трапил под американские и европейские санкции. Литва заборонила переваливание угноеню про свою территорию, ды разорвала домову об транспортовании продукции чигункаю. Литва тут выбрала моральный бок, и она хоть напереде остальных членов Евразвязи в справе не только введения, а и контроля применения санкций. Например, на предмет введения, конечно, про часами санкций, ввели все из-за оборону на транспортование беларуского калия по беларуской шагунке. А кроме экспортно-транзитных шляхов для продукции, Беларусь калий сгубил доступ до своей доли у кампании у Давидского, до тратины акций, у яких предприемства набыло еще в 2013 году. Аккуратно гэтую несправедливость наракал Лукашенко на нараде с чиновниками, где потребовал принять заходы у отказ. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Он примал и протягивая примать меры, накерованные на их полное снять. И предладом тут заявляется надзейность простовников режима, який спробует гэтла разслумачить, нибы пагрозы харшовой беспецы у свете, пагрозы сусветного голоду. Гэтая пытанья ставил и министр Лукашенко Олейник у Организации Абинанных Наций, гэтая пытанья ставить и Олена Долгань, так званая спецдокладшица ААН по правах человека с Беларуси. Знять санкции намагался и бизнесовец Игору Давицкий. Пазалетесь он звернулся с пазовым у Литовский суд. А летесь, пасля того, як Рада Евразвязу продолжила санкции у дочинения Беларуси за удел режиму Лукашенко у агрессии супротив Украины, у Европейске. У обо двух выпадках неудалом. Особные простовники бизнеса у Литве, які зарабляли на транзите калю праскраину, могли быць незадоволены. И факты такие были, были незадоволены кроком с боку Литовского Урада, який обмежавал транзит. Однако информация об тем, что некто в высшейших эшелонах у Лады брал к этому делу, нам не поступало. Подрабязности у прасобранной доказы того, что отачэння на уседы могло рабить кроки для стримливания санкций у супротив беларуских компаний, у комісія пакуль не раскрывая. Апубликованы и тольки вытромки з выника у працы. Причим, з'явились они у надзвычай невыгодный для на уседы час. Президентские выборы, у яких он спаделяется на пера обраня, отбудутся уже 12-го травня. И повод для питания компании с Пинтер Ресарч, Аргитана смог спадеваться на каждого четвертого выборника, что робить его лидером электоральной гонки. Саступаючи 13% другим, иди адвокат Игнес Вегеле. И закрывая тройку премьер-министрка Ингрыда Шиманице. Зразуміла, гэта ситуация робить президента уразливым. Конкуренты могут скаристаться ее другим туры, каля он застанется сам насом за одним з їх, таде ведома крытыка будет с кераванами его не бок. Подливая оливу у огонь и тое, что на уседы не дау показанию перед комиссией. Свою адмову он обуґрунтавау тым, что на чале расследования стоит колешний керавник выборчага штабу ягонага конкуренту у попередній президентской кампании Вітаутас Бакас. И тому вся гэтая история можа меть особистая оцення. Паля тут идет дискуссия, ці гэта повинна была быть сказана на самой комиссии. И это так само важное питание на угол. Цей некий человек с посадой мае право отказаться от парламентской комиссии, от давания показаний у парламентской комиссии. Литва подчас президентства на уседы открыла дверы для десятка у тысяч беларуских уцекачоу, дае пляцовку для офісу Светланы Тихановской. И застаецца вострым крытыкам, як Лукашенковского гэта и путинского режима. Аднак, с наближэнням выборов усе частей гучаць галасы об беларускай пагрозі. Не з боку режиму, а з боку беларусы, які могуць быць не утікачами, а агентами Менску. Мы бачим, што Литве не стае агульной позице. Інсаправды мы назирали, як у Беларусі пашовся громадскі уздым пасля президентскіх выборов і был брутальна здушаны. Усе запрашали беларусов у Литву. Цепер проезжаю шмат людзей. Контэкст Украины мостно змінив ситуацію. Було б некалькі непраемных істориў, калі звязаная з режимом постаті змаглі апынуцца ў нашай країні. Кідання з одного ў другі бок адбываецца емацэйна. Не стае раціональны палітыкі, як у Литві паступаць ў такой сітуаціі. Што ж, да завершэніть історіў з расследванім, некалькі тыдня ў литовскі сейм будзе знайоміцца з яго выніками. Тому ці палічы депутаты, сабраныі факты і доказы абґрунтованамі даведаімся ближе і до травня.